Я приветствую вас на своем видеокурсе. И сегодня мы рассмотрим, что такое НКТМС-2010. Каждый из вас, вступая во внешнеэкономические отношения с поставщиком или с подстребителем, задаются многими вопросами, что такое термин «exword», «fob», «siv», «dav». Вы начинаете копать информацию в интернете. Также на нашем сайте очень часто клиенты задают один и тот же вопрос. И чтобы как-то рассеять ваши вопросы и дать один ответ для всех сразу, я решил снять видео, чтобы не повторяться для каждого клиента одним и тем же ответом. Поэтому в этом видео мы рассмотрим, что такое НКТМС-2010 и как его применять в той или иной ситуации, чтобы как-то обязать и поставщика, и потребителя своими обязанностями. Итак, впервые термин НКТМС появился в обращении в 1936 году. Именно тогда Международная торговая палата ставила свод правил, которые призваны обеспечить все взаимоотношения между продавцом и покупателем. Одновременно был создан словарь, который сегодня однозначно толкует все торговые термины НКТМС-2010. Основное внимание было уделено так называемой франко. Данный термин дает четкое понимание, когда переходит ответственность за товар от продавца к покупателю. Использование правил НКТМС компаниями различными государствами позволяет существенно снизить всю процедуру составления договора купли-продажи. Понятно, что без такого правила не обойтись. Ведь в каждом государстве свои торговые права. То есть для того, чтобы не случилось казусного варианта в таком случае, что у продавца государстве свои торговые отношения, у покупателя свои торговые отношения. И чтобы избежать каких-либо проблем, было и принято такой термин как НКТМС. Принятие условий НКТМС на международном уровне всеми государствами позволяет избежать множества проблем компаниям, поставщикам и потребителям. Правила НКТМС, принятые на международном уровне, признаны правительством, коммерческими предприятиями и юридическими компаниями всей планеты. Данное международное правило НКТМС разделено на четыре категории Е, Ф, С и Д. Термин НКТМС 2010 принято обозначать тремя буквами. Первый обозначает категорию и самое важное. Точку перехода ответственности за товар от продавца к покупателю. Итак, давайте закрепим теперь самое важное. Термин категория Е обозначает, что ответственность за товар от продавца к покупателю переходит у места отгрузки товара. То есть это может быть склад продавца, производство продавца. При этом продавец не несет ответственности за отгрузку товара. То есть вся ответственность непосредственно на покупателе. Как за отгрузку товара, так и за все риски и сохранность товара лежит ответственность на покупателе. В дальнейших видео мы рассмотрим каждую категорию в отдельности, на примерах, чтобы было вам более-менее понятно. Термин категории Ф. О чем говорит эта буква? Эта буква говорит о том, что все права, риски по товару от продавца к покупателю переходят непосредственно у терминала основной перевозки. При этом основная перевозка еще не оплачена. Это говорит о чем? Что, допустим, я продавец, вы покупатель. Я привожу товар, оговоренный в контракте, на определенный терминал. То есть это может быть терминал морского порта, авиапорта. И на этом ваша ответственность заканчивается. При этом вы отгрузку еще не оплачиваете. Что немаловажно на самом деле. И все риски также передаются в момент, когда вы передаете груз покупателю непосредственно на терминале. Итак, термин категории С. О чем говорит эта же буква? Эта буква говорит о том, что все права по товару, а также и риски от продавца к покупателю переходят у терминала прибытия основной перевозки. При этом основная перевозка уже оплачена. Это говорит о чем? Допустим, еще раз повторим тот же наглядный пример. Я как продавец вам по контракту доставляю груз. У нас в контракте прописан, например, пункт доставки порт Петербурга или Новороссийска, если это в России, то я по данному термину обязуюсь довести груз непосредственно до терминала Петербурга или терминала, чтобы быть точнее, таможенного контроля. То есть при этом я всю перевозку уже доставки груза уже оплатил. И вам остается только груз принять и сделать таможенное оформление по импорту. Надеюсь, это было понятно вам. Теперь давайте рассмотрим, о чем говорит термин категории Д. Буква Д в термины говорит о том, что все права риски по товару от продавца к покупателю переходят уже непосредственно на складе покупателя. Тут, я думаю, уже более непонятно. То есть это говорит о том, что вы как покупатель, вам продавец заставляет груз непосредственно в ваш склад или в вашу базу хранение или там еще куда-то, который оговаривается непосредственно в контракте. Тем самым это является минимальной ответственности на покупателя, а максимальная на продавца, потому как он несет ответственность от своего склада до вашего склада, имея на этом все риски, ответственность и расходы. Запомните это раз и навсегда. Как только вы будете распределять все категории под темным по буквам и вы будете понимать, какая буква для каких условий принадлежит. И давайте еще раз усвоим. Категория Е – это непосредственно у места отгрузки. Переходят все обязательства и права по товару от продавца к покупателю. Буква Ф. Она же опять же говорит о том, что непосредственно у терминала основной перевозки, при этом основная перевозка не оплачена. Буква С. О чем она говорит? Она говорит о том, что все обязательства и права, а также и риски от продавца к покупателю приходят непосредственно у терминала прибытия основной перевозки. При этом основная перевозка уже оплачена. Буква Д говорит о том, что все права, обязательства и риски от продавца и покупателя передаются непосредственно на территории покупателя, то есть является полноценной доставкой груза на ваш оговоренный склад или иное хранение. В НКТРНС 2010 четко определены всего 11 терминов. 7 из них применимы к любому виду транспорта, независимо, какой вид транспорта выбрали для транспортировки своего груза и сколько видов транспорта было использовано во время доставки вашего груза до пункта назначения. Еще раз хочу уточнить ваше внимание, для чего необходим НКТРНС и как правильно его использовать. НКТРНС 2010 регламентирует 1. Распределение транспортных затрат, связанных с доставкой товара, то есть распределяет четко с какого и до какого момента платит продавец и с какого момента оплачивает покупатель. 2. Момент перехода с продавца на покупателя всей ответственности и рисков, связанные с товаром, в случае, если будет утрата товара, порча товара и гибели товара в той или иной ситуации. 3. Определяет сроки поставки товара, то есть прописывав в контракте четкий срок поставки товара продавцом покупателю, либо его заместителю, например, транспортной компании, то есть определяет момент выполнения либо невыполнения сроков поставки поставщиком. Также хотел бы уточнить ваше внимание на то, что многие из вас, обратившись в нашу компанию для сопровождения международной сделки, путают редакцию НКТР с 2000 года с редакцией НКТР с 2010 года. Ключевым считается свод НКТР с 2000 года. Однако последние изменения были внесены в 2010 года. Условия НКТР с 2000 года были приняты многими государствами, пользующими этой системой. Последний на сегодняшний день редакция документа имеет название НКТР с 2010 года. Но в силу вступил он с 1 января 2011 года, действует и на сегодняшний день. Итак, какие же отличия между НКТР с 2000 года и НКТР с 2010 года? Первое это условие. В НКТР с 2000 года было 13 терминов. В редакции 2010 года у нас уже 11 терминов. Однако созданы два новых термина. Это термин ДАТ, доставка до пункта. Хочу обратить ваше внимание, что буква П означает доставка до определенного пункта. А также термин ДАТ, то есть доставка до терминала. Также последняя буква обозначает буква Т, терминал, чтобы вы не путали эти два значения между собой. Эти положения могут использоваться в мультимодельном варианте доставки, то есть любым транспортным средством, от пункта А до пункта Б. В НКТР с 2010 отменили 4 термина, которые реже всего применялись на практике. Это термин ДАВ, ДЭС, ДЭКЮ и ДЭДУ. Термин ДАТ, поставка до терминала, заменил термин ДЭКЮ. Товар поступает в распоряжение покупателя в неразгруженном виде на прибывшем транспорте. Термин ДАТ, в отличие от ДЭКЮ, применяется в мультимодельных перевозках. Многие эксперты утверждают, что поставка до терминала, термин ДАТ, отвечает портовой логистике. Термин ДАВ, поставка до пункта, заменил сразу три термина. Это термин ДАВ, ДЭС и ДЭДУ. Термин ДАВ предоставляет собой общее положение, которым очень важно указать пункт назначения. Он предусматривает, что товар переходит от продавца к покупателю, готовый к разгрузке. Чаще всего этот термин применяется при условиях перегрузки таможенного досмотра или же растаможки товара. Новые риски в условиях поставки термина ФОП, франкоборд, СИФ, стоимость страховки и фрахта. И термин СФЕР, стоимость и фрахт. Риски и затраты установлены по-новому. В редакции Инкотермс 2000 года данные положения звучали немного по-иному. То есть, ответственность от продавца к покупателю переходила в момент доставки груза до борта судна. В редакции Инкотермс 2010 года все риски и обязанности от продавца к покупателю переходят в тот момент, когда груз перешел погрузку на борт судна. Так я думаю более-менее понятно и тут мы понимаем в чем есть разница 2000 года и 2010 года. Она не существенна, но она очень важна и имеет роль при условиях поставки того или иного товара. Итак, мы с вами рассмотрели что такое Инкотермс, где его необходимо применять и в каких случаях как работает тот или иной термин. Категории Е, Ф, С и Д. В следующих видео мы рассмотрим непосредственно каждую категорию в отдельности. На примерах, чтобы вам было более-менее понятно. В последующем во время переговоров с вашим поставщиком или потребителем у вас уже не будет возникать вопросов, какой поставкой вам воспользоваться, от какой лучше отказаться. Продолжение следует... Продолжение следует...